Июль на календаре. Здравствуйте! В студии Дмитрий Иванов. Подведем итоги недели, на которой первый месяц лета уступил место второму. Вот что было главным по версии корреспондентов телеканала ЛТС. Он мне поможет? Пора, сколько достать? Я вот прежде, чем сюда идти, посмотрел сегодня сейчас дашборд. Это тот инструмент, который нам позволяет в режиме реального времени оценивать поставки вакцины. В ближайшее время мы ожидаем 25 тысяч госвакцин еще. Обломки строительных материалов, минус стен, пустующие лифтовые шахты и лестницы без период. Опасности здесь хватает, но главное таится все-таки в перекрытиях. Я Николай, виртуальный консультант. Кратко сформулируйте суть вашего обращения. Кэшбэк за путевку в детский лагерь. Рэм умный и очень добрый пес. Агрессии ни к человеку, ни к животным он не проявляет. Сейчас волонтеры учат с ним команды. Местные жители, жители соседнего дома до сих пор считают, это место потенциально опасным. Ведь санитарные обработки здания перед началом сноса не проводили. С таким подходом мы нашли земельный участок, который свободен сегодня от всего. 270 гектар. На нем пытаемся разместить 50 гектар полигона. Ваше предложение. По другому участку. Пожалуйста. Как часто нам приходится спешить в наш век быстрых темпов и скоростей? Видеоролик о безопасности дорожного движения, снятый с западно-сибирской студии кинохроники в 1986 году в Новосибирске по заказу ГАИ и СЦР, мы покажем во второй части этой программы. И приурочено это будет ко дню ГИБДД, который мы отмечаем в субботу, 3 июля. А сначала о поступке, который совершил наш коллега Станислав Блинов. В Обском водохранилище он спас девушку. К сожалению, видео кадров этого события лишь несколько секунд. Но вот рассказ человека, который сразу же бросился на помощь. Увидел девушку, которая бежала вдоль берега, и я сначала подумал, что она просто тренируется, пробежка у нее. Когда она пробегала мимо, обратил внимание, что она бежит без обуви, в носках просто. Ну, я удивился, думаю, ну ладно, мало ли. Вот, она пробежала дальше, поговорили немножко с сестрой. Они в отдалении, и потом эта девушка прямо в одежде прыгает в воду и поплыла от берега в сторону. Меня это очень сильно удивило, я подумал, что это за вид спорта такой интересный. Подошел к сестре, спрашиваю, что случилось. Сестра говорит, что эта девушка пасла стадо косы баранов небольшой, и один молодой барашек отбился от стада и вот в воду попал. И она вот бежит его спасать. Я стал за девушкой смотреть, вижу, что она отпула от берега, ну, там, не знаю, метров, может, 100, может, 150. И увидел, что она начала периодически скрываться под водой. То есть, видно, что она спелась под водой, вынырнула, руками гребет, а с места не двигается. Ну, я понял, что, наверное, что-то уже пошло не так. Надо девушку спасать. Ну, и полез в воду, тоже за ней потолкни, она в панику не впала. Я притянул руку, говорю, давай руку, подтянул ее к себе, она мне руку дала. То есть, ну, и вот, пока я ее буксировал, так сказать, на берег, вот она рассказала тоже, что вот барашек молодой был. Вот, и она пыталась вот так... А если бы я не было на берегу? Если бы не было на берегу, ну, не исключено, что могло все кончиться довольно плохо. Потому что она уже... Да, да, потому что, когда я к ней подплыл, в тот момент видно, что она уже очень устала, и дышала она очень тяжело. И когда я ее буксировал к берегу, она сказала, что пока бежала, потратила все силы. Плюс она была же в одежде, в одежде сразу же намокла, и плыть стала очень тяжело. А тебе сложно было ее спасти? У тебя была физическая подготовка? Ты же плавец? Ну, я, в принципе, спортом занимаюсь, но и вообще плаваю относительно неплохо. То есть, на воде я чувствую себя уверенно. Спасать ее было, в общем, не тяжело, потому что, во-первых, она лет 15-17, и была довольно легкая. Ну, тебя сразу щелкнуло, что надо идти на помощь. Ну, конечно. Мысли не было. Да, да, то есть я увидел, что человек явно находится в беде, ну, и надо помогать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И поставок вакцины ждут в Новосибирске после письма просьбы в российский Минздрав. Когда это будет и какая вакцина придет? Вот ответ министра. Я вот, прежде чем сюда идти, посмотрел сегодня сейчас дашборд. Это тот инструмент, который нам позволяет в режиме реального времени оценивать поставки вакцины. В ближайшее время мы ожидаем 25 тысяч доз вакцины еще. Любая вакцина распределяется дробно во все медицинские учреждения. Мы уже относительно давно не получали. Последние поставки был спутник Вэй и Кови-Вак. Поэтому как появится, так и будет распределяться. То есть это федеральные поставки. И мы здесь, что называется, мы рады любой вакцине, которая придет, все принимаем, все распределяем. 10 тысяч человек в день в регионе сейчас ставят прививку от коронавируса. Получается за неделю 70 тысяч. А до этого на предыдущей неделе вакцинировано было более 42 тысяч человек. Еще раньше 25 тысяч. То есть видно, что темпы растут. Но и больных, как мы говорили, пока становится больше. О том, как уменьшить очереди в поликлиниках из Бердской центральной городской больницы Екатерины Новгородцева. В коридорах очереди с утра. За смену в поликлинике принимают около 300 обращений. Это в 2,5 раза больше, чем во вне ковидное время. Возросло и количество пациентов в красной зоне. Туда отправляют всех с признаками ОРВИ. В течение суток там у нас всегда обращение регистрировалось, ну не более 20-25. Сейчас у нас идет регистрация ежедневная, которая дает у нас от статистики до 50-70. Поэтому это в 2-3 раза, это точно. В это крыло вход отдельный. Это позволяет развести потоки. По итогам встречи определяют. Нужно доработать систему и структурировать очередность. Пациентам необходимо понимать, в какое время и к какому специалисту они записаны. Мы видим повышение записи как на прием, так и записи на вызывах, структурировать потоки. Это первое – работа колл-центра, записи дистанционные. Второе – это обслуживание вызывов инфекционных и неинфекционных. И приоритеты расставления по инфекционным вызывам. И организация аудиоконтроля. Нагрузка на медицинские учреждения возрастает. В поликлиническом отделении Бердской больницы номер один привлекли дополнительные силы, чтобы ускорить обслуживание пациентов и минимизировать столпотворение в коридорах. Перевели весь штатный персонал Центра здоровья. Прием ведут все терапевты. Вывели дополнительную ковидную бригаду, освоили дистанционное консультирование через скайп. И все же многое зависит от самих пациентов. Мы часто видим, пациент записал через ЕПГУ, но сомневается. Звонит в колл-центр 124, через робота опять записывается. Потом звонит на 112, 112 опять формирует вызов. И тем самым у нас искусственно увеличивается количество вызовов для поликлиники. Это занимает очень много времени отфильтровать это. И если вдруг пропустили, не успели, то у врача по списку больше вызовов получается. И она может по инерции ехать дважды в один и тот же адрес. Записываться необходимо как на первичный, так и на повторный прием. Теперь в Бердской центральной городской больнице номер один доступен и вариант телемедицинских консультаций. На них лучше записываться тем, кто уже обращался к специалисту, кому необходимо посмотреть динамику заболевания. Однако даже если на прием вы попадаете впервые, разговор с врачом и понимание симптомов поможет быстрее определить, к какому специалисту необходимо обратиться. Екатерина Новгородцева. Итоги недели. Внешний облик новой станции метро в Новосибирске решено изменить. Заказчик отказался от фасадов из стекла, а градоначальник раскритиковал дизайн проект внутренней отделки помещений. Да еще теперь и спор по поводу того, в какой цвет оформить станцию. СМИ сообщили, что мэру не понравился оранжевый. Но на фоне всего этого строительство в хорошем темпе идет. И вот об этом сюжет Дмитрия Белькевича. Объект, на котором мы сейчас находимся, постепенно начинает приобретать черты станции метро. К примеру, здесь уже установили несколько эскалаторов. Эти три секции родом из Швейцарии поставили сюда в мае. Аналогичные секции уже стоят в противоположном крыле. 1 июля, то бишь сегодня, привезут еще три секции из Швейцарии. Ну а оставшиеся эскалаторы, которые будут размещены в соседнем крыле, попадут сюда 1 августа. Главной отличительной особенностью этих эскалаторов является то, что они надежные, долговечные, быстро собираются и имеют сенсорное оборудование, которое позволяет начинать работу эскалатором тогда, когда к ним приближается человек. А вот так выглядят комплекты эскалаторов. Загружают их в здание станции метро сверху, затем собирают как конструктор. На каждый подъем потребуется около месяца работы. Всего эскалаторов будет 12 по 3 с каждой из четырех сторон. Их высота около 7 метров. Также вскоре начнут работы по установке перегородок, отделяющих платформы от путей. Раньше такого в Новосибирске не было. Это позволит сохранить комфортный микроклимат в помещениях и обеспечить безопасность пассажиров в пиковую нагрузку. В целом все работы идут по плану. И сомнений в том, что станцию сдадут вовремя? Нет. Немножко график мы подгоняем его. Понятно, что это достаточно напряженная работа, потому что сроки сегодня сжаты. По протоколу, который подписал в плане мероприятий, который отойдет сегодня губернатором на Сибирской области, обеспечить мы станцию метрополин должны не позднее сентября 2022 года. Сегодня, даже в нашем напряженном графике, мы видим, что мы с этим сроком сегодня справляемся. И строители уже готовы перейти к отделке фасада и внутренних помещений. Правда, внешний вид спортивный, хоть и будет коррелировать со строящейся рядом ледовой ареной, будет отличаться от первоначальных задумок. Пришлось отказаться от панорамного остекления. Это оказалось небезопасно. Поэтому снаружи станцию покроют металлом. Другим должен быть и внутренний вид станции. Сегодня мэр города раскритиковал работу дизайнеров. К проекту стоило подойти более творчески, считает городоначальник. К картинкам пока по внешнему больше всего вопросов. У нас умеют хорошо строить строители, хорошо делать, выполнять качественно все. Но представить свое видение, пока это у нас слабая сторона. Тем не менее, есть что обсуждать. Есть определенные замечания по содержанию пано, как будет выглядеть пано. Подразумевается, что на центральном входе станции над ним будет пано, посвященное именно спортивной хоккейной тематике. На переработку дизайн проектов дали две недели. При этом сейчас станция, общая сметная стоимость которой больше 2,5 миллиардов рублей, готова на 80%. Дмитрий Белькевич, итоги недели. Мы стараемся реагировать на просьбы телезрителей. Фиксируем все ваши звонки на номер 23810. Выезжаем на место событий, пытаемся услышать все стороны конфликта. В редакцию новостей ОТС обратились жители Новосибирского дома по улице Фабричная, 22. Когда-то по соседству с ними был дом Сестринского ухода областного туберкулезного диспансера. Около двух лет это здание простояло закрытым, и теперь его начали сносить. Причем с грубыми нарушениями, по крайней мере так считают люди. Станислав Блинов разбирался в проблеме. Сегодня только горы строительного мусора напоминают о том, что до недавнего времени на этом месте стоял туберкулезный диспансер, где лечили тяжелых больных. Местные жители, жители соседнего дома до сих пор считают это место потенциально опасным. Ведь санитарные обработки здания перед началом сноса не проводили. Строительные материалы с площадки забрать может любой желающий, а часть мусора рабочие просто закапывают на этом месте. На кадрах видео, присланных в редакцию, экскаватор засыпает обломки здания землей, а потом трамбует гусеницами. Сносить здание начали три, наверное, может быть, четыре недели назад. Такая пылища стояла, как раз жаркая неделя была. И люди, в общем-то, тоже переживали того, что при ломке здания пыль поднимается и в окна. Там у людей дети, все-таки туберкулезная палочка живет достаточно длительное время. Согласно паспорту, снос осуществляет подрядчик ИП Мартынов. От встречи со съемочной группой ОТС он отказался. Жители соседнего дома обратились, считают, что нарушение при сносе допустили. Могли бы мы встретиться, прокомментировали ситуацию? Да нет, у меня нет возможности встречаться. Заказчиком сноса аварийного здания выступает фонд имущества Новосибирской области. Там рассказали, работы ведутся в рамках госконтракта по проекту, прошедшему экспертизу. Жалоб на подрядчика до сегодняшнего дня не поступало. Но после беседы с журналистами пообещали провести проверку. Ваше обращение уже так сомневается. В принципе, мы уже связались с исполнителем, нужно сказать, что есть такие претензии. Надеюсь, вы нам предоставите информацию, на которую вы ссылаетесь, чтобы вы могли понимать, в каком месте, так сказать, что надо именно конкретно смотреть. Видеозаписи, которые были в распоряжении редакции, передали по назначению. И хотя планов на застройку освободившейся площади пока нет, если проверка подтвердит факты нарушения контракта по сносу здания, добросовестность подрядчика окажется под вопросом. Ему грозят штрафные санкции и необходимость устранять допущенные недочеты. Станислав Блинов. Итоги недели. И теперь о трагедии. В Октябрьском районе Новосибирска дети гуляли на опасной стройке как раз в тот момент, когда случилось обрушение конструкции. Погибла 13-летняя девочка. Корреспондент программы «Экстренный вызов» Анна Скок побывала на месте трагедии и сама убедилась, что объект не огорожен без охраны, и попасть на него при желании может любой человек. Вот и Анна на этой же стройке вновь встретила ребенка. Этот недострой забросили еще лет 10 назад, но до сих пор объект не законсервирован и довольно опасен. Ни одно перекрытие толком не закреплено. Даже сейчас, спустя сутки после трагедии, место не огорожено, хотя сохраняется вероятность повторного обрушения. Мы понимаем, что это риск, но риск профессиональный, поэтому проходим дальше. Эти несколько многоэтажек должны были построить для военных, однако затем работы остановились. Недетская площадка привлекала не только наркоманов и бездомных, но и, разумеется, подростков. Обломки строительных материалов, в луны стен, пустующие лифтовые шахты и лестницы без перил. Опасности здесь хватает, но главное таится все-таки в перекрытиях. Накануне вечером в опасном месте как раз гуляла компания подростков. Дети поднялись повыше, туда, где у плит уже практически не было опоры. Местные жители, говорят, услышали громкий звук, а затем крики. Вызвали спасателей, но было поздно. Через 8 минут мы были уже на месте совместно с скорой медицинской помощью, где по указанному очевидцами месту обнаружили действительно упавшая плита, и под ней находилась девочка. При помощи гидравлического алино-спасательного инструмента данную плиту удалось поднять, извлечь, но, к сожалению, медики на месте посетили смерть. Погибшей было 13 лет. Ее мать даже не подозревала, что дочка гуляет в таких опасных местах и о гибели Лизы узнала лишь спустя пару часов. Школьница и ее друзья явно были не единственными подростками, проводящими каникулы в заброшенном квартале. Наша съемочная группа не успела провести на месте ЧП и час, а как лицом к лицу столкнулась с еще одной девочкой. А ты не боишься гулять здесь? Знаешь, что девочка погибла недавно? Знаю. А ты ее не знала? Нет. А теперь не боишься на дом подниматься? Я не поднимаюсь на него, я боюсь. А здесь знаешь, что тоже перекрыть я могу сложиться? Знаю. Я пойду сейчас, жду и спускаюсь вниз. Похоже, девочка и ее друг куда больше озабочены не собственной безопасностью, а тем, что об их прогулке узнают родители. Как они попали сюда, спрашивать излишне. Никакого забора вокруг площадки нет. Кто должен был отвечать за недострой, будет выяснять СК. Уже возбуждено дело по статье нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного управления. Проведены первоначальные следственные действия. Допрошенные очевидцы происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Невольному виновнику смерти школьницы грозит пять лет колонии. И неизвестно, окажется ли 13-летняя Лиза единственной жертвой неумолимой рассыпающейся постройки. Или будут еще. Анна Скок. Специально для итогов недели. Детский отдых набирает обороты, как, собственно, и лето в целом. Напомню, детские лагеря открылись после годичного перерыва, вызванного пандемией. Теперь государство, как известно, пошло родителям навстречу, предоставив возможность получить 50-процентный кэшбэк. То есть возврат половины средств, потраченных на путевку. И воспользовались этим регионе уже полторы тысячи родителей. Подробнее Ксения Петренко. У Дмитрия Дудкина двое сыновей. Старший, 12-летний Кирилл, каждое лето отдыхает в спортивном лагере. Младший, 6-летний Ярослав, в этом году поехал впервые. Дети довольны. Собираются и на второй сезон. А родители уже оформили кэшбэк за отдых. На самом деле все элементарно просто. Поскольку у нас дети поехали в спортивный лагерь, с организацией, со спортивным клубом «Сипсельмаш», у нас была схема следующая. То есть мы заполнили договора, передали их тренеру. Соответственно, дальше по цепочке нам пришла с бухгалтерией ссылка на WhatsApp, по которой мы оплатили полностью всю стоимость. Через три дня мы уже получили кэшбэк по карте МИР. На вовведение этого сезона кэшбэк за отдых детей в лагерях стало очень популярным. Компенсацию оформили уже больше полутора тысяч новосибирских родителей. И это еще не предел. Всего в регионе первые смены провели порядка 30 загородных лагерей, в которых отдохнули 7 тысяч ребят. Главное условие для получения кэшбэка – путевка должна быть куплена с 25 мая. В те лагеря, которые участвуют в программе, полный список есть на сайте госуслуг. Вернут 50% от стоимости, но не больше 20 тысяч рублей. Выплата может быть начислена только на карту МИР, оформленную на заявителя – это еще одно из условий. А вот количество заявок не ограничено. Если ребенок отдыхает в двух сменах, то можно получить выплату за каждую. В программе участвуют только государственные и коммерческие, в том числе, лагеря, но обязательно стационарные, палаточные. Лагеря дневного пребывания участниками программы не могут быть. Здесь еще можно отметить, что ограничений по возрасту детей нет. Если у нас на территории региона при получении путевок возраст от 7 до 17, то вот по кэшбэку ограничений по возрасту нет. Перечень необходимых документов минимален. Договор на оплату путевки и чек. Кэшбэк придет на карту в течение пяти дней. Если вы еще не успели воспользоваться этой услугой, есть время до 20 октября. Ксения Петренко. Итоги недели. Коронавирус не должен повлиять на проведение форума технопрома в Новосибирске. Об этом на неделе заявила замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, сейчас власти региона рассматривают возможность перевести часть мероприятий в онлайн-формат. Чтобы исключить распространение COVID-19, организаторы намерены действовать так же, как и организаторы Петербургского международного форума. Все участники будут допущены только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Пункты приема анализов откроют в аэропорту, в гостиницах и в экспоцентре, где и будет проходить форум. Даже наличие высокого уровня антител сегодня не является гарантией того, что человек не болен в данный момент и не может быть источником инфицирования. Поэтому только наличие отрицательного теста ПЦР – это гарантия того, что на площадке, где вы будете в течение ближайшего времени, вы не станете источником заболевания окружающих вас лиц. А что ждать от молодых ученых на форуме Технопром? Губернатору на неделе они представили свои проекты. Среди них – строительство центра экстремальных видов спорта, поддержка добровольческого движения, скалодром в Сузунском районе и так далее. Подробнее Андрей Баев. Я хотел бы, может быть, так, не совсем по протоколу, неформально, и пусть вас не смущает официальная обстановка, наличие камер или дистанционного участия. Можете достаточно смело, открыто поговорить, потому что мне важна обратная связь, как работает наша система управления и взаимодействия с молодежным активом. Разговор таким и вышел – смелым и открытым. Участники – представители самых разных молодежных движений. Многие уже не первый год воплощают свои инициативы в жизнь. Например, в областном отделении Всероссийского движения «Школьников» уже третий раз проводят семейный фестиваль. Семьи создают различные социально значимые акции и проекты, участвуют уже существующие. В сентябре стартует третий сезон, и здесь у нас уже такая новинка. Команда будет состоять не только из родителей и ребенок, а родители, школьник и педагог. И вот в такой коллаборации мы хотим поработать в этом году. Поэтому приглашаю вас, Андрей Александрович, к нам на зимний фестиваль, для того, чтобы увидеть это вживую. А в Сузунском районе запускают «Школу скалолазания» – инициатива сельской молодежи. Победительница Тавриды презентует главе региона проект арт-фестиваля на берегу Новосибирского водохранилища. Также губернатор поддержал идею провести в нашей области федеральный этап «Студ весны» и придумать свой традиционный молодежный форум окружного уровня. И я напомню, я уставил условие, что это должно быть какое-то особенное, индивидуальное новосибирское мероприятие. Ну, грубо говоря, проводить очередной молодежный форум, просто форум, наверное, неправильно. Таких форумов в каждом регионе хватает. А форум с какой-то своей тематикой, ну, творческой, на общем, тематикой, как вариант, как бы не единственное, может быть, предложение, но как вариант, это разумно, и я готов поддержать. А вот представители так называемых уличных видов спорта сетуют на то, что в Новосибирске негде заниматься. Губернатор поддержал идею строительства регионального центра, воркаута, паркура и нового скейт-парка. Андрей Баев, итоги недели. В июле 90-летний юбилей отмечает Новосибирский авиационный завод имени Валерия Чкалова и сразу несколько знаковых мероприятий по этому поводу. Например, запуск специальных вагонов метро с авиационной экспозицией. Это такой поезд-музей над Зижинской линией. В первом вагоне экспозиция, посвященная авиазаводу имени Чкалова. Редкие фотографии цехов, рабочих и, конечно, крылатых машин. Сначала там собирали монопланы И-16 конструкции поликарпов. С 1938 по 1940 годы наши земляки отправили на вооружение Красной армии больше 600 самолетов. Легкие и маневренные они кружили в небе над Испанией в период гражданской войны. Баражировали в Монголии над Халкинголом, наводя ужас на японцев. В период Великой Отечественной, когда в областной центр перевезли оборудование родственных заводов Москвы, Ленинграда и Киева, с конвейера сошли Як-7Б и Як-9, самый массовый истребитель времен борьбы с фашизмом. После распада Советского Союза авиастроители, как известно, сконструировали Су-34. Многофункциональный бомбардировщик, получивший за надежность и боевые возможности прозвище «Русское чудо». Сразу 40 новых автобусов появились на дорогах Новосибирска. Комфортные, судя по отзывам, они будут обслуживать маршруты номер 23 и 45 в Новосибирске. Трансфорт получен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Есть в этих автобусах что-то новое и необычное, как для пассажиров, так и для водителей. А что именно, расскажет Екатерина Новгородцева. Новые автобусы оснащены системой видеонаблюдения. В салоне 5 камер, изображение с них выходит на панель в кабине водителя. Кроме того, предусмотрена новая система оплаты. Вот такие терминалы. Если оплата наличными, подойдите к водителю. Кондукторы на этом маршруте не предусмотрены. Удобны новые автомобили и для маломобильных граждан. Здесь есть пандусы откидные, которые выдерживают до 350 килограммов. Новая система платежей пока есть только на маршруте 23. Он соединяет Абгас и Академгородок. Понять, прошел ли платеж, просто. Он сопровождается звуковым сигналом и сообщением на экране. Отслеживать оплату может и водитель. То есть водитель видит всю информацию. Если оплата успешна, то, соответственно, транзакция отображается. Если не успешно, то у водителя выскакивает красное сообщение. И он, по сути, пользователю необходимо подойти и оплатить либо наличкой, либо другой карты, на которой есть денежные средства. Необычное устройство автобусов не только для пассажиров, но и для водителей. Владимир Лопатский за рулем много лет. Сегодня получает ключи от автобуса со счастливым номером 100. Для удобства, то есть оно воздушное сиденье, вот кнопочку нажал, она опускается, допустим, мне надо выйти с кабины спокойно. Ну, а для движения, вот я опять нажимаю эту кнопочку, воздухом поднимается оно. То есть для регулировки. Также руль регулируется воздушно, как удобно. Вообще новая технология, все, комфорт, вот, не так, как в старом было. Ну, вообще классно все. В рамках нацпроекта обновят парки и других видов общественного транспорта. В 2022-м планируют получить около 50 троллейбусов. Мы рассматриваем вопрос продления 29-го троллейбуса в Южно-Чемской жиломассив. Этот жиломассив достаточно активно развивается и уже сегодня там достаточно напряженная ситуация. Рассматриваем вариант с продлением троллейбусов на Девногорский жиломассив и Новомарусино. Новые автобусы вышли на маршруты с 1 июля. Каждый может вместить до 110 пассажиров. Это позволит обеспечить удобство и бесперебойность работы. Екатерина Новгородцева. Итоги недели. А тем временем робот Николай расширил сферу деятельности и отвечает теперь и на социальные вопросы. Уже 6 тысяч ответов на горячей линии регионального министерства труда и социального развития. Все подробности в сюжете Ксении Петренко. Здравствуйте. Вы позвонили в министерство социального развития Новосибирской области. Все разговоры записываются. Я Николай, виртуальный консультант. Кэшбэк – самое сложное слово для робота Николая. Искусственный интеллект распознавал его долго, рассказывает разработчик Мария Антонова. Карта «Мир» он распознает очень хорошо, потому что деньги за возврат путевки в лагерь возвращаются именно с использованием карты «Мир». И слово «кэшбэк» дается с трудом, но я надеюсь, мы его научим. Теперь робот Николай отвечает и на звонки по телефону Министерства социального развития. Голосовой помощник расскажет, как оформить детские пособия, какие льготы полагаются многодетным или малообеспеченным, как оформить необходимые документы на выплаты по коммунальным услугам и многое другое. Раньше вся эта нагрузка лежала на специалистах соцслужб. В день один человек отвечает примерно на 40 звонков и столько же принимает вживую. Вопросов много, в основном возникает, как оформить детские пособия, звонков много поступает, приходит граждан. Все это объясняем, показываем, оформляем, даем памятки, если кому-то необходимо, записываем, какие документы необходимы. Все это делаем для граждан. Нововведение значительно облегчает работу операторов. У них будет больше времени на оформление непосредственно документов. В случае, если возникают нестандартные вопросы, Николай оперативно переведет звонок на оператора. За 20 дней работы он ответил уже на 6 тысяч запросов. У нас самые серьезные мероприятия, которые позволят минимум 30% всех звонков обрабатывать работу Николая, разгружая сотрудников Минсоцразвития, делая телефон доступным для тех, кто хочет задать вопрос. И очень большая интересная работа, по сути дела пионерская, это как раз обзвон роботам и предупреждение об отмене какой-то субсидии, либо если какие-то вопросы к человеку возникли. Потому что очень многим удобно именно в голосовом режиме общаться. Кроме того, часть социальных услуг переходит в электронный формат. Их можно оформить, не выходя из дома. На сегодняшний день через портал государственных услуг у нас уже поступило более 112 тысяч заявлений. Мы эти заявления обрабатываем, обрабатываем в режиме межведомственных запросов. Безусловно, мы надеемся на то, что люди заметят, насколько проще стало получать необходимую помощь для них. В первую очередь это касается, конечно, пособий для семьи с детьми, потому что это наиболее востребованный на сегодня вид помощи. Вообще в ближайших планах совместно с Министерством цифрового развития мы планируем все услуги перевести в цифровой формат. В планах обучить робота Николая еще одной дополнительной функции. Он сможет определить статус заявления. В работе выполнено или отказано. Звонившему нужно будет только назвать номер своего запроса. Цифровые технологии внедряют во многие сферы, а значит услуги получить будет проще и комфортнее. Ксения Петренко, итоги недели. В интернете появились фотографии непонятного пятна в устье реки Берть. В соцсетях явление уже окрестили вторыми новосибирскими Мальдивами, сравнив с озером на золотоотвале ТЭЦ-5. Автор поста утверждает, масляное химическое пятно уничтожает все на своем пути. Публикация вызвала бурную реакцию общественности. А вот местные жители уверены, никакой опасности нет. Такую картину они наблюдают 2-3 раза за летний период. Причина проста – водоросли цветут. На ситуацию отреагировала областная прокуратура. Направлены в запросы в МУП «Комбинат бытовых услуг города Бердска» о качестве природной воды, поступавшей в июне 2021 года на насосную станцию номер 1, расположенную в районе поселка Горолец. Направлены запросы в филиал «Верхняя от регион водхоз» о качестве природной воды водохранилища в указанном месте. На неделе получила развитие важная тема строительства мусорного полигона на правом берегу Новосибирска. Проблемы давно известны. Теперь их обсудили уже непосредственно на возможном участке для полигона. Был там и заместитель губернатора области Сергей Семко. Сюжет Станислава Бринова. Из общего свободного пространства площадью 270 гектаров под мусорный полигон планируют отвезти участок в 50 гектаров. Новый мусоросортировочный завод должен заменить сквалку на Гусинобродском шоссе, практически исчерпавшую свой ресурс. Но чтобы проект прошел государственную экологическую экспертизу, необходимо провести ряд изысканий, включая геодезическую съемку местности и бурение скважин. Бурение как раз покажет уровень грунтовых вод. Новый участок находится относительно недалеко от старой свалки. По оценкам специалистов, это не должно увеличить транспортные расходы. Но возможно ли в принципе строительство мусоросортировочного полигона на этой территории, станет понятно только после всех исследований. Участки, которые рассматривались, а их было 4 на рассмотрение, это четвертый участок, они вызывали различные споры по близости к населенным пунктам, по наличию рек, по наличию редких животных, растений и так далее. Правительством региона разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Строить и запускать новые мусороперерабатывающие комплексы будут в рамках государственно-частного партнерства. Ужесточились требования, связанные с защитой грунта от тех отходов, которые складируются. Обязательно должна быть защита грунта, обязательно должен быть отвод газа, влаги и так далее. Против строительства полигона на этом участке выступают активисты, но пока не могут предложить альтернативное место. Контракт на исследование участка под строительство полигона будет заключен в ближайшие две недели, а результат станет известен через полтора месяца. Станислав Блинов. Итоги недели. Новосибирские волонтеры спасли собаку с серьезной травмой шеи. А кровавленное и истощенное животное нашли на улице в Новосибирском районе. Скорее всего, пес пострадал от рук живодеров. А вот как спасали пса, расскажет Екатерина Стывко. Рэм. Ты самый лучший пациент. Умница. Перевязка, процедура для Рэма ежедневная. Волонтеры обрабатывают рану, наносят заживляющий крем. На шее собаки глубокий порез, шириной около 10 сантиметров. Измученное животное нашли несколько дней назад. Пес брел вдоль дороги, недалеко от села Новолуговое. Вероятно, ему еще в возрасте щенка застегнули ошейник и, к сожалению, не проверяли, нужно ли его ослабить. Так ошейник врос и, соответственно, приносило огромные страдания. Рэм стойко переносит обработку ран. За это получает любимое лакомство – сосиски. Правда, угощение секретом, ведь собаке нужно принимать еще и антибиотики. После – тренировка. Сидеть. Да. Вот он, за два раза. На базе реабилитации животных собаку выхаживают волонтеры. Строго следуют рекомендациям ветеринара. Специалисты говорят, Рэму повезло, что его вовремя нашли неравнодушные люди. Учитывая, что сейчас лето, жара, период паразитов, и это, естественно, обсаживание личинками мух, и в дальнейшем просто заживо поедаются червями подобные пациенты. Сейчас жизни пса уже ничего не угрожает, но лечение займет не один месяц, а у волонтеров уже заканчиваются запасы лекарств. Нам очень нужен метилурацил и в таблетках, и в мазях. Нам очень нужен гель для заживления ран, прантасан. Нам очень нужны марля, бинты, перевязки. Это всегда в большом количестве расходуется на таких животных. Пес молодой, ему всего около года. И несмотря на то, что с ним произошло, людей он не боится. Рэм умный и очень добрый пес. Агрессии ни к человеку, ни к животным он не проявляет. Сейчас волонтеры учат с ним команды, а приучают его к прогулкам на улице и поводку. После выздоровления Рэм будет искать дом. Стоимость лечения только этой собаки около 17 тысяч рублей. Но кроме Рэма на базе реабилитации выхаживают еще четыре десятка искалеченных животных, которые получили травмы в ДТП, пострадали от человеческих рук. Помощь волонтерам, как физическая, так и финансовая, нужна всегда. Контакты базы указаны на экране. Екатерина Стывкон. Итоги недели. Смертельная авария с участием трех автомобилей на неделе случилась в Барабинском районе. Вот шокирующие кадры с видеорегистратора попутного автомобиля. Куда так спешил повстречный водитель «Газели» уже не узнать, он погиб. Ну а о последствиях аварии, о том, что рассказали водители пострадавших автомобилей, сотрудники ГИБДД. Сюжет Оксана Тимошенко. Дорожные рабочие убирают с обочин следы вчерашней аварии. Движению транспорта на участке дороги Челябинск-Новосибирск-Иртыш уже ничего не мешает. А это кадры оперативной съемки. Груды искореженного металла, разбросанные осколки и поврежденные машины. Все случилось в половине седьмого вечера. Водитель «Газели Некс», 36-летний, житель Омска, ехал со стороны Новосибирска. В какой-то момент начал обгонять впереди идущий многотонник. Незавершенный маневр сняла камера видеорегистратора автомобиля, ехавшего в попутном направлении. Удар был такой силой, что «Газель» не просто перевернулась, но и загорелась. Водитель, по словам очевидцев, вылетел из салона. Вероятнее всего, он не был пристегнут ремнем безопасности. 42-летний пилот многотонного «Вольво», с которым столкнулся погибший «Газелист», получил телесные повреждения. Но от госпитализации отказался. После столкновения с фурой неуправляемый автомобиль протаранил встречную «Газель». К счастью, водители пассажира авто не пострадали. Оба были пристегнуты. Фура, желтая «Вольво» ехала переди меня. Сначала снега притормозила, потом резко ударила в тормоз. И после услышанного грохота в меня вошла «Газель Некс» в фургон. Этот участок дороги аварийно опасным не является. Погибший, скорее всего, не учел расстояние до встречного автомобиля. Не успел завершить маневр и вовремя уйти на свою полосу. Причиной данного дорожно-транспортного происшествия послужило, конечно же, несоблюдение скоростного режима. Потому что разговаривали с водителями транспортных средств, которые уже остановились после происшествия. Все, ну, конечно же, возмущались поведением, таким хамским, я бы сказал бы, поведением водителя «Газели Некс», который обгонял транспортные средства, пытался вклиниться между ними. Известно, что погибший водитель дважды был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На момент аварии не имел права управлять авто. Такая работа у сотрудников ГИБДД. На место аварии выехать в любой день, в любую минуту. А за соблюдением дорожных правил следить всегда. ГАИ было сформировано в 1936-м. Это значит, что в этом году 85-летний юбилей этой структуры. 3 июля, в субботу. О том, как в Новосибирской области отмечают этот профессиональный праздник, расскажет моя коллега Анастасия Бойко в программе «ДПС на ОТС». Эта программа уже много лет выходит в эфир на нашем канале и, надо сказать, не теряет своей популярности. А в нашей программе сейчас небольшой фильм или ролик о безопасности дорожного движения. Снятый на западно-сибирской студии кинохроники 35 лет назад, в 1986 году, в Новосибирске по заказу ГАИ СССР. В этом ролике хорошего качества, кстати, видны улицы издания новосибирской автомобилей того времени, виниловые диски и пластинки и знакомая, конечно, многим японская магнитола «Шарп». Итак, атмосфера 80-х в фильме «На закрытый шлагбаум» сотрудников ГИБДД с праздником и до встречи в эфире. ГИБДД Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никто не понял, что случилось с ним Случилось с ним Но почему, почему, почему Был светопор зелёный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потому, потому, потому Чтоб был он в жизнь влюблённый В мельканей дней, скоростей и огней Он сам собой включился Чтоб в судьбе и в твоей, и моей Зелёный свет продлился Все бегут, 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 бегут А он им сведит Все бегут, бегут, бегут А он горит В той толпе, как тебе бежал, я тоже Путь открыт, но я к тебе всегда спешу Всегда спешу Я решал, боясь тебя не встретить Так хотел увидеть я твое лицо Твое лицо Но почему, почему, почему Из-за топора зеленый А потому, потому, потому Что был он в жизнь влюбленный И мельками дней скоростей и огней Он сам собой включился Чтоб и в судьбе, и твоей, и моей Зеленый свет прогрелся А он и светит А он горит Как часто нам приходится спешить В наш век быстрых темпов и скоростей Но помните Любое нарушение правил движения на дорогах Бессмысленно Опасно, преступно Так как цена ему Жизнь Ведь дороже человеческой жизни Нет ничего на свете Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok